Вадим будет модератором этой дискуссии. Вадим, я на всякий случай скажу, что у нас на эту дискуссию час. Да, постараемся ложиться в час. То есть у нас заявлено 6 вопросов, получается где-то примерно 10 минут на каждый из них. Первый вопрос, он самый злободивный, который мне бы хотелось задать нашим гостям. Я его назвал так. Есть ли жизнь после КУИ? Вот есть такой график, который многие показывают и рассказывают. Это график, который накладывается в две линии. Это движение S&P 500 индекса и общий объем активов, который после выкупов с рынка накапливается на балансе Федеральной резервной системы. И как видите, они двигаются одновременно. И отсюда возникает вопрос, а что если Федеральная резервная система начнет сокращать баланс, что будет с рынком? Развернется ли рынок в обратную сторону и будет двигаться ровно в противоположную сторону тому движению, которое мы наблюдали во время наращивания выкупа активов Федеральной резервной системы? Вот этот вопрос первый я хотел бы адресовать Александру. Добрый день, Сим. Мне не очень понравились... Ты сформировала повестку, да? Мне не очень понравились вопросы, которые... Я к тому, что... Мне кажется, немножко по-другому их нужно сформулировать. Но это как раз и есть, видимо, предмет спора. Значит, всем добрый день. Первый вопрос на тему Quantity Feeding и есть ли после него жизнь. Я полагаю, что она уже наступила. Ну, то есть, грубо говоря, Quantity Feeding – это то, что дел дам. Рынок, то, что на нем происходило последние 3-4 месяца – это рынок прайсов, то, что программа количественного смягчения будет заканчиваться. Будет заканчиваться, ну, на мой взгляд, на текущий момент. То, что уже находится в рынке – это то, что в течение года программа будет сведена к нулю. Каждый месяц или каждые полтора месяца Федрезерв будет сокращать программу выкупа активов на 10-20 миллиардов. Это то, к чему все уже готовы. То, подо что изменили сцены, там, не знаю, котировки государственных облигаций американских. То, на что отреагировали рынки акций. И если вопрос стоит, есть ли жизнь после КУИ, то это то, что есть сейчас. Это жизнь или нет. Соответственно, сам факт того, что это произойдет, в этом смысле, по большому счету, ничего не меняет. Что касается баланса ФРС, вот этого графика, который ты нарисовал, ФРС же не будет сокращать свой баланс, по большому счету. То есть он может сократить объем покупок, но он не станет продавать облигации. Они будут постепенно гаситься. И учитывая, скажем так, длину портфеля, который есть у ФРС на текущий момент, это займет несколько лет. А учитывая, что он удлинял дюра своего портфеля последние несколько лет, это будет не два, не три года. Соответственно, сокращение самого баланса будет происходить очень медленно и не будет уже совпадать с этим графиком. Поэтому прекращение самой программы не должно на нем, скажем так, кардинальным образом сказаться, главным образом, потому что это уже фактически произошло. Куда же пойдет S&P 500? Вопрос всегда открытый. Я уже полгода думаю, что он очень дорогой. А он продолжает расти. По всем метрикам, которые я могу себе представить, придумать и нарисовать, он дорогой. И если говорить про мой портфель, у меня путы на S&P 500, начиная с этого года, принесли мне не слишком хороший результат. Но тем не менее, это та вещь, которую я продолжу держать в своем портфеле, независимо от этого графика. Ответил? Спасибо. Да, спасибо. Дмитрий, как думаете по этому поводу? Какие соображения есть? Ну, в целом, сейчас очень много в западных различных обзорах инвестбанков приводят такие понятия, как tapering and tightening. И говорится о том, что рынок сейчас говорит об ужесточении монетарной политики ФРС, хотя это не так. ФРС просто сокращает программу количественного смягчения, он ни в коем случае не прекращает программу нулевых процентных ставок, политику нулевых процентных ставок. И в целом для экономики и для рынка, на мой взгляд, ключевую роль играет именно вот эта политика ЗИРП, нулевые процентные ставки. Она будет продолжаться долго. ФРС таргетирует инфляцию, таргетирует безработицу. И, на мой взгляд, я вот, Вадим, с вашим просминением соглашусь о том, что ФРС, видимо, вот в сентябре или в декабре, он, завершив программу КУДИ, то есть начав сокращение ее, предложит рынку что-то взамен. Раз у нас таргетируется инфляция, таргетируется безработица, ну, вероятно, возможно, таргет по безработице будет несколько понижен. Ну, как вариант, да. То есть кардинальных каких-то изменений я бы не ждал, я согласен с Александром, потому что рынок уже все давно-надавно запрайсил, и постепенно будет происходить процесс нормализации процентных ставок. Григорий, у меня вот к вам такой вопрос. На следующей неделе, ну, там, с вероятностью, будем говорить, 99%, Федеральная резервная система объявит о сокращении объемов покупок. Вот для вас, как для управляющего, активного трейдера, вот это будет влиять на принятие решений? Или вы подходите к этому вопросу, что это уже запрайсено в цене, и никаким образом уже не повлияет на решение? Ну, если рассуждать логически, как рассуждают коллеги, то действительно ситуация напоминает, например, 2004 год и другие годы, когда рынок активно ожидал начала повышательного, например, цикла ставок, и, соответственно, реакция на многих рынках, в том числе развивающихся, происходила заранее. Однако, стоит все-таки сказать, что все зависит от актива, и какие-то активы отреагировали, какие-то нет. Поэтому, скажем, на развивающийся рынок, мне кажется, это не так сильно повлияет. На настроение американских акций, ну, как показывает практика, американские акции начинали что-то прайсить, вот прямо уже, когда все, денежный кран закрывается, начинаем падать. Вот, то есть, с чем это связано, непонятно, но так было последние несколько лет. То есть, соответственно, реакция, наверное, будет разная. Сильные реакции на развивающихся рынках, мне кажется, не стоит ждать. А так, в принципе, ну, конечно, повлияет. То есть, как всегда, любое заседание Феда – это повышенная латинность, повышенное движение. Тут надо аккуратнее подходить к торговле. Александр, вот для Вас есть разница в понятиях уменьшения объема выкупа активов и ужесточения монетарной политики? Ну, по-моему, это совсем не эквивалентное понятие. Почему не эквивалентное? Потому что, ну, как бы, программа количественного выкупа – это, по большому счету, когда вы обмениваете одни доллары на другие, да? Ну, то есть, Минфин выпускает облигацию, вот. А Федеральная резервная система дает вместо этого свою облигацию. Это те же самые деньги, они ничем не отличаются. Вопрос – просто на чем счету они лежат в каком-то смысле, да? Они попали на счет Минфина, и Минфин может их потратить таким образом, имплементируя фискальную политику. Вот. Это главный, как бы, на мой взгляд, вопрос вообще последних четыре лет. Фискальная политика США, нежели… Или бюджетная политика США, нежели монетарная политика после того, как процентная ставка уехала в ноль. То есть, в тот момент, когда он уехал в ноль, и продолжает оставаться там, вот, Дмитрий, да, совершенно, как бы, согласен, что вопрос, который будет волновать всех сейчас на текущее, вот, в ближайшее время, ну, меня, по крайней мере, как хотите, да, не надо себя отождествлять со всеми, когда ФРС начнет менять процентную ставку. То есть, вот, тот базовый ставка рефинансирования, который закладывается во все оценки, которые можно себе нарисовать, это вот то, что, как предполагает рынок на текущий момент, не будет меняться года до 15-го, как минимум. И в этом смысле сложно не согласиться с рынком, потому что, понятно, сейчас будет отмена quantity phasing, соответственно, в течение года ФРС не будет ничего делать с процентной ставкой, просто для того, чтобы посмотреть, какой будет эффект от этого, да, как будет сокращаться баланс, насколько будет быстро происходить, как будут реагировать на это дело рынки, волатильно, не волатильно, как будет реагировать экономика и все прочие вещи, не повышая процентную ставку. А процентная ставка между тем, это то, что на 95% определяет базовый вид кривой доходности, да, то есть вы любую часть кривой доходности американской возьмете, и она будет определяться ставкой рефинансирования, а не текущей экономикой. Понятно, что ставка рефинансирования в какой-то степени ответ монетарных властей на то, что происходит в экономике, да, то есть это второй такой параметр, который влияет на доходность облигаций. А если мы говорим, что ставка рефинансирования определяет форму кривой доходности, которая является базовой для оценки всех активов в мире, вообще всех. Соответственно, таким образом она влияет на оценку всех активов в мире. И текущий вид кривой доходности, она достаточно крута в смысле своего формы на текущий момент. Он говорит о том, что, в принципе, если она не будет меняться в ближайшее время, это для меня важнее, чем отмена выкупа, потому что это одни деньги, замена одних денег на другую. Поэтому не тождественные, очень разные вещи. И вторая вещь о изменении ставки рефинансирования меня волнует гораздо сильнее. Плюс мы все прекрасно понимаем, что если вдруг в какой-то момент, несмотря на то, что мы здесь не все говорим, что рынки отреагируют агрессивно и снижением на отмену выкупа, то Фед придумает какие-либо другие, может быть, такие же небанальные способы влияния на него. То есть, чтобы поддержать тот wealth-эффект, который мы сейчас видим. Видимо, долго говорю, да? Я позволю себе пропонировать немного. Мне кажется, ситуация немножко сложнее, потому что, во-первых, до конца еще нет никакого консенсуса, что важнее с точки зрения баланса стока или флоу. Есть мнение, что флоу все-таки важнее, чем сток, потому что, и это подтверждается, в принципе, динамика, как активы торговались в последние несколько лет. Потому что, как только прекращался флоу при неизменном стоке, рынки начинают падать. Это как бы факт, который отрицает совершенно бессмысленно. Прошу прощения, я не очень упоминаю терминал, говорит, флоу и сток, чтобы идти туда. Для баланса. То есть, если есть позитивные изменения баланса, рынки растут. Но как только позитивное изменение баланса заканчивалось в США, даже при неизменном балансе, когда я в Интоне сокращал, рынки реагировали негативно. Посмотреть на график последних нескольких лет, это очевидно, достаточно видно. Дело в том, что рынки просто нерациональны. Какое будет сейчас настроение у американских инвесторов или у глобальных инвесторов, это предсказывать тяжело. Вполне возможно, будет достаточно серьезная реакция. Это раз. А два, вот эта вот ситуация с тем, что федеральный резерв что-то придумает, что-то сделает еще новое. Ну, был такой черман федерального резерва, Бернс, который тоже всех спасал, накачивал ликвидностью, но на определенном этапе все-таки начала идти инфляция. Конечно, сейчас ситуация достаточно разотличается. То есть, инфляционная спираль на зарплатах вряд ли возможно увидеть, которая была в 50-х. Но все-таки федеральный резерв всегда заявлял и заявляет, что приоритет его политики – это сдерживание инфляции на комфортном уровне. И он полностью data-driven, и его действия будут зависеть от того, что будет происходить с реальной экономикой. Поэтому, если есть четкая уверенность, что корр СПИ не будет выше 2% еще долгое время, тогда можно говорить о том, что федеральный резерв ничего не будет делать со ставками. А если есть какое-то другое мнение, то, мне кажется, достаточно преждевременное заявление. И, как показывает практика, когда инфляция выходит из-под контроля, могут достаточно жесткие меры понадобиться, чтобы ее загнать обратно. То есть, все помнят там 70-е, конечно, начало 80-е, ставки 20-годовых и так далее. У нас не совсем получается спор в том смысле, что я говорю о том, что есть рыночный консенсус. Рыночный консенсус, он как раз и предполагает, что ставки не будут повышаться, а инфляция не будет высокой, потому что за 4 года предыдущих с помощью монетарных методов не удалось простимулировать инфляцию. И, понятно, не удалось слишком сильно простимулировать потребление и прочие все вещи. Я не говорю, что инфляция не вырастет. Это как раз не есть утверждение. Я говорю о том, что рынок предполагает, что ставка не изменится. И это социализм просто спора не очень получается. О том, что инфляция может быть, ну да, безусловно, она может быть и вырасти достаточно быстро. Просто будет прекрасное и интересное время подумать на тему того, что будет делать Федеральная резервная система. За последний год, насколько я не изменяю память, цены на недвижимость США выросли процентов на 12. Что есть значимая часть индекса CPI американского и в том числе Core CPI. По идее, это в течение времени должно транслироваться как раз в CPI. Вот, в какой-то момент. При том, что сейчас, последние два месяца, доходности по ипотечным облигациям выросли достаточно заметно. 1-1,5% по долгосрочным бумагам. То есть, это должно некоторым образом задавить рост цен на недвижимость, который происходил в последнее время. И вот что будет делать Федеральная резервная система в тот момент, когда Core CPI будет 2,5%, а цены на недвижимость опять пойдут вниз. Вот, очень большой вопрос. Другое дело, что пока что это, this is not the case. Я бы здесь тоже хотел добавить, я читаю работы Международного валютного фонда, в частности главного экономиста Бланшара, и что я заметил за последние три года, что в целом вот такой интеллектуальный тренд в отношении инфляции у экономистов сводится к тому, что они становятся более терпимыми к инфляции. И я не исключаю, что центральные банки в какой-то момент инфляции будут уделять гораздо меньше внимания, чем это было до, скажем, ну в период с 2000 по 2008 годы. И здесь я еще хотел Дмитрию задать вопрос такого плана. Вот буквально в Wall Street Journal, через журнал Wall Street Journal буквально через номер дискутируют, или, так сказать, спекулируют на тему того, кто будет будущим представителем Федеральной резервной системы, Бернанки или Елен, Елен или Саммерс. Саммерс, они говорят, что это ястребиная позиция, Елен, что это голубиная позиция, то есть это сохранение тенденции. И как бы подталкиваясь нас к тому, что с приходом Саммерса Федеральная резервная система будет более агрессивна в своих действиях. Вот как считаете, вот насколько этот риск высокий и нужно ли вообще смотреть и, так сказать, воспринимать вот какие-то подобного рода размышления? Ну, безусловно, стоит обращать внимание на это. Извините. Здесь надо обратить на следующий момент внимание. Бен Бернанки, он очень много говорит про политику так называемой forward guidance. Вообще, после 2008 года, что сделал ФРС? Первый, он обнулил процентные ставки, это Zero Interest Trade Policy, так называемая, да, он попал в ловушку ликвидности. После обнуления процентных ставок надо было что-то делать, чтобы свой мандат поддерживать инфляцию и безработицу. Соответственно, начал применять нетрадиционные методы монетарной политики. Это программа QE первая, и вторая, это вот политика forward guidance. Сейчас мы отказываемся от QE, заворачиваем, поэтому Бен Бернанки очень часто и много говорит о том, что монетарный регулятор очень должен плотно разговаривать с рынком, общаться с ним, доносить свои идеи. И эту политику ФРС очень удачно проводит. После каждого заседания, соответственно, выпускаются релизы, и представители членов комитета по открытым рынкам, они выставляют свои прогнозы по ВВП, по времени, когда будут ставки изменяться, и другим параметрам различным. Это очень важно. То есть ФРС сейчас в такой сложной ситуации, на самом деле, находится, но ему удачно получается контролировать ожидания рынка. Ну а как вы думаете, если Саммерс все-таки будет назначен? Да, вот здесь как раз ключевой вопрос. С Елен понятно, она, в общем-то, приемли к Бене Бернанке, она понимает всю эту политику и будет ее проводить дальше. Вот Саммерс вопрос, да, вот он сможет ли он также умело и грамотно вот эту, умело и грамотно общаться с рынком. Вот мы сейчас знаем, что ЕЦБ, Банк Англии, они все тоже переходят к вот этой политике forward guidance, то есть выставляют ожидания на перспективу по процентным ставкам. Если у Саммерса удастся также плотно коммуницировать с рынком, то здорово. Если нет, то для рынков, конечно, будет, мне кажется, шок на некоторый момент. Поэтому здесь очень примечательная работа Бернанке была в марте месяце. Он очень хороший доклад представил с графиками и очень много подчеркивал о том, что действительно надо плотно с рынком взаимодействовать. Получится ли у будущего главы ФРС это сделать? Вот вопрос остается. Александр, вот ты сказал, что я согласен во многом, что американский рынок дорогой по многим метрикам. Я знаю, что ты любишь использовать P.E. Шиллера как индикатор. Он действительно выше 20, что по историческим меркам очень дорого. Но я бы хотел здесь один график показать. Вот это долгосрочный график S&P с 1950 года. Вот белая линия такая длинная, это как раз тренд, идущий с 1950 года по текущий момент. И две пунктирных линии внизу и вверху – это отклонения в две стандартные дивидиации от этого тренда. Как мы видим, за всю историю, вот за 70 с лишним лет, было несколько отклонений как вверх, так и вниз. Вот в частности, большое отклонение вниз было в 70-х, 80-х. В 2000 году было уже отклонение в верхнюю сторону. Сейчас мы находимся чуть ниже тренда. Вот с этой точки зрения, по идее, если так вот говорить, что рано или поздно мы должны к этому тренду вернуться. А почему ты не нарисовал застолье? Ну, то есть, как бы, выбор 50, ну, у тебя получилась прекрасная картинка, а это называется, да, это май. Ты выбираешь картинку, которая может или пытается подтверждать твою мысль. Я возьму за 100 лет, который будет включать 30-е годы, и такой тренд у тебя не получится. Вообще, там, если уходить от, там, не знаю, даже если картинки, на мой взгляд, фондовый рынок сам по себе капитализация должна расти примерно тем же самым темпом, как растет номинальный ВВП. И если у тебя угол наклона, я так, на вскидку не посчитаю, совпадают с этим, то, как бы, таким же образом должна и двигаться капитализация фондового тренда рынка американского. Вот. При этом, как бы, конкретно эта картинка, ну, с моей точки зрения, ни о чем не говорит, да. Мне нравится сравнивать активы с теми деньгами, которые ты отдаешь за что-то, да. Если ты отдаешь за акцию S&P 500 1 доллар за 125 долларов выручки, то кажется, что, там, цена хорошая для тебя или нехорошая, но ты таким образом сравниваешь, а не пытаешься прогнозировать его тенденцию с помощью графика, который либо получился или нет. Если ты возьмешь три месяца, ты тоже, может, нарисуешь какой-нибудь тренд, может быть, что-нибудь еще. Но мне нравится сравнивать отданные деньги, которые уходят с твоего счета, с теми деньгами, которые на него потом придут, ну, хотя бы гипотетически, да, понятно, что ты, там, встречаешься своими с неопределенностью. И то, что я говорю про S&P 500, не означает, что я ожидаю, что он будет падать или не будет падать. Не в этом дело. Есть просто, как бы, вот отношение к тому, что происходит. Я не готов отдать свои собственные деньги или деньги своих клиентов за ту выручку, которую сейчас возвращает S&P 500. Вот, ну, как бы, и точка. Это значит, что я просто не покупаю. А что уж там с ним будет, мне все равно. Ну, как? Все равно это такое, общее заявление. К следующему вопросу перейдем. Это развивающимся рынкам. Я бы хотел первый вопрос Григорию задать. Но прежде я хотел показать несколько картинок. Первая картинка – это на текущий момент, как выглядит ситуация с развивающимися рынками, вот буквально на сегодняшний день. На верхнем графике это развивающиеся рынки MSI индекс, выраженный в долларах. То есть вот некая поддержка сейчас есть у развивающихся рынков. А второй график чуть ниже – это отношение развивающихся рынков к глобальным рынкам, глобальным индексам MSI. И мы видим, что фактически мы находимся очень близко к дну, которое мы видели в 2008 году. Следующий график хотел показать. Вот он не на сегодняшний момент, а я его взял на конец первого квартала. Oxford Economics проанализировал развивающиеся рынки, 17 экономик развивающихся стран, исключая Китай. И проанализировал все портфельные инвестиции, которые включают в себя вложения нерезидентов в акции и облигации. И если вы увидите, то на конец первого квартала этого года они фактически были историческими за всю историю. То есть можно говорить о терминах некого бума с 90-го года. То есть мы получили 22 года бума вложений в развивающиеся рынки. Я думаю, что после второго квартала, после всех известных событий, этот график развернулся вниз и начались достаточно существенные оттоки. Но я думаю, что все равно этот график где-то будет наверху. И еще один график. Этот график ровно неделю назад составлял я, поэтому он не учел последние ралли, которые случились на российском рынке и на развивающихся рынках. Это кумулятивный график, агрегированные показатели разных стран. Вот таким фиолетовым цветом выделены развитые рынки, а светлым цветом развивающиеся. По одной шкале отражено форвардное PE на 12 месяцев вперед, как рынок оценивается. А внизу price to book, балансовая стоимость компании. Вот если вы посмотрите на этот график, то выделяются две страны. В верхнем углу очень дорогая страна это Филиппины, а в нижнем, если вы посмотрите, Россия, которая находится дешевле всех. Вот, Григорий, я хотел бы вас спросить, почему у инвесторов такое негативное отношение к России? Это политические риски? Это означает то, что в 2018 году те выборы, которые могут случиться, произойдут какие-то существенные изменения в структуре и политической, и экономической России? Тут последние годы просто инвесторы все более и более пессимистичны и более внимательно стали смотреть на бизнес-модели наших многих компаний. То есть я как человек, который всю жизнь торговал индексами, разными его компонентами российскими, могу сказать, что дешевизна, она относительная. То есть дешевизна сконцентрирована буквально в нескольких крупных компаниях, которые весят очень много в индексе. Это всем известные примеры, там, Газпром, Сургутнефтегаз. Ну, Лукоил, в принципе, да. Даже если их исключить, рынок в самом деле достаточно дешев, но нормальные компании, которые частные, да, там, и у которых есть нормальный менеджмент, они не дешевые, там, тут же Магнит, а некоторые, как, например, там, Урал-Калий, с неясностью, какая будет ситуация с рынками сбыта и так далее, можно сказать, что и дорогие. Да, то есть, почему люди сейчас вешают такой большой дисконт на наши state-owned enterprises, SOE, ну, потому что они понимают, что при сохранении текущего менеджмента, текущих тенденций, вряд ли им, как акционерам, что-то большое достанется. Понимаете, то есть, если Газпром платит хороший дивиденд, но он платит это его на заемные деньги, вот, а в то же время вбухивает весь свободный кэш в сомнительные проекты, понимаете, как, там, вы взяли, заработали 100 рублей на продаже газа, да, потом мы взяли, построили какую-то, там, трубу или что-то еще, в которой красная цена в базарный день 50, потратили на это 100. Дальше вы это вешаете на свой баланс и начинаете медленно амортизировать, но если бы вы делали марк-то-маркет, вы должны были бы списать сразу 50 с этих ваших инвестиций. И в отчетности Газпрома это никак не отражено, инвесторы это прекрасно понимают. Ну, сейчас, конечно, этот тренд, там, дошел до некоторого абсурда, когда Газпром стоил 110 рублей, это уже, там, была очевидно, совершенно идиотская цена, но, тем не менее, вот, такой дизалюжен. И такой процесс идет не только у нас, такой дирейтинг по акциям госпредприятий произошел, например, с Петробрасом, вот, по-моему, там, Петрачайна тоже просела. То есть, вот этот весь энтузиазм о том, что госкомпании будут работать на интересы частных инвесторов, а не на интересы, например, экономической политики государства, он изначально был несколько наивен, да, то есть, с точки зрения государства, в принципе, без разницы, каким образом распределяется маржа и компании крупные, там, Газпром, Роснефть и прочее, они могут использоваться сознательно в этом плане, не в интересах даже наращивания акционерной стоимости, а в интересах поддержания некой экономической активности. То есть, там, сталь плавится, трубы производятся, земля копается, рабочие места есть, все хорошо, вот, с точки зрения руководства страны. Вот, собственно говоря, отсюда и такие дисконты. Но очевидно, что, как любой тренд на рынке, он в определенной точке доходит до некого абсурда. И ситуация в России, там, в последние годы, вот, я считаю, относительно, по крайней мере, других рынков до абсурда дошла. Что касается вашего графика по развивающимся рынкам, это нас возвращает, там, к предыдущему вопросу по поводу Шиллера, КП, там, и так далее. Все дело в том, что рынок меняется, понимаете, вот, например, в США в 90-м году поменялась политика учета бухгалтерская, просто официально, фаз взял и поменял. Другая амортизация, другое все. Прибыль до 90-го года нельзя сравнивать с той прибылью, которая есть сейчас. В 80-е годы не существовало такого понятия, как buyback. Это было незаконно, да, там, то есть, оффширизация труда. В развивающиеся страны жук снизила косты и убила просто все профсоюзы американские, да, то есть, мир, он изменяется, и когда вы берете, навешиваете какой-то график, там, 20, 30, 50, 100 лет, и начинаете его, вот, так, примитивно, там, линейно экстраполировать и делать какие-то мощные выводы, можно очень сильно ошибиться, потому что тут надо понимать, что в мире за это время изменилось и в какой ситуации мы находимся сейчас. Поэтому вот графику inflows активов развивающихся рынки неплохо бы навесить еще в графику ВВП развивающихся рынков за это время, да, там, потому что, если мне не изменяет память, там, в 90-м году, я думаю, ВВП США составлял, наверное, процентов 65 от мирового, там, ну, больше 50 точно, да, 50 до 60, а сейчас он составляет, если, опять же, я не ошибаюсь, порядка 25. То есть мир реально меняется, да, там, говорить о том, что вот этот тренд сейчас развернется и пойдет, там, в нижний правый угол, на мой взгляд, несколько преждевременно. Александр, а вот для вас, вот, политический риск России, это понятие осязаемое или вы не предаете, вы считаете, может быть, здесь, как бы, ну, инвесторы закрывают глаза на политические риски, вот Китай, например, да, там и смертная казнь есть, там и коррупция, там есть все, но нету такой критики, как Россия в те же мейнстримовских западных СМИ. Ну, я бы, мне кажется, с этим поспорил. Мы все немножко обременены таким локальным знанием, то, что называется. Мы все живем в этой стране, как бы, и кажется, что события, которые в этой стране, даже уже эта фраза-то расхожая, эта страна, кажется, что они имеют значение для всех, без исключения. Вот. А между тем, как бы, российская экономика и весь российский фондовый рынок составляет незначимую часть, ну, как бы, незначительную часть от капитализации мирового фондового рынка и от мировой экономики, процента 2 примерно, по-моему, сейчас. Поэтому, как бы, и инвесторы, те, которые, большая часть инвесторов, а это, там, в какой-то смысле американские деньги, японские деньги, европейские деньги, даже не арабские, не китайские пока что, вот. Вот. Они, выбирая себе место для инвестиций, Россия, как и многие развивающиеся рынки, мне кажется, находится на задворках просто в силу своего размера. Это минорные инвестиции для большинства крупных денег. Вот. Соответственно, как бы, и относятся к ним как к минорным событиям. То есть, конечно, то, что происходит на текущий момент, в каком-то конкретном месте, может вызывать живейшее внимание Уолл-стрит-журнал. Ровно так же, как, не знаю, 2 года назад можно было во время обсуждения валютных войн, так же много говорилось про Китай, как сейчас про Сирию и, там, роль России в этот момент. Поэтому я бы не преувеличивал негативное отношение международных инвесторов конкретно к Российской Федерации. То есть, какого-то отдельного, ты считаешь, сурейного риска России политического нет? Нет, он, безусловно, существует, как бы, он не то чтобы отдельный. К России относится, как к любой другой развивающейся стране. Там есть диктатор, там, или не диктатор, корпоративный риск, или стандарты корпоративного управления низкие, отличные от других. Это то, что ты закладываешь в риск-премию, когда оцениваешь каким-либо образом актив. Но сказать, что это что-то отличное от того, что происходит в Латинской Америке, ну, сейчас, да, сейчас отличное в том смысле, что там, может быть, социалистические государства наросли в последнее время. А раньше, раньше то, что происходило в России сейчас, было достаточно распространенной историей, вообще говоря. И оценивать, говорить, что у нас в стране в этот момент происходит что-то отличное от того, что история, ну, как бы, в истории много подобного рода вещей. Мне очень, кажется, легко сравнить текущее состояние российской экономики, стандарты корпоративного управления и всех прочих вещей с Америкой, может быть, 30-х, 40-х годов. Мне кажется, во многом и не похоже. Вот, поэтому ничего какого-то такого необычного. И специальной премии не за то, что случилось в последний раз с Уралкалией, или с ТНК-БП, или прочими вещами, да? Фарм-стандарт, и можно там продолжать. А? Фарм-стандарт, там есть еще. Ну, список довольно внушительный, вот, как бы, отличный от вот этого. То, что происходит и в других местах, мы просто об этом не знаем. Мы же не знаем про бразильский, там, не знаю, ТНК-БП, или фарм-стандарт, про который мы вообще не услышим еще ближайшие цикли. Вот, поэтому, как бы, та картинка, которую ты нарисовал, это просто структура индекса. Понятно, да? Как бы, Петербраз не бог весть, насколько дороже, чем Лукоил или Газпром. Да, ну, там, может быть, ПИ выражается в одном пункте. Вот, поэтому говорить, что там сильно-сильно дешевые, ну, да, они, как бы, по историческим метрикам довольно дешевые, а сказать, что они сильно отличаются друг от друга, нет, не получается. Картинка, которую ты нарисовал, ну, показывает, мне кажется, хороший инфлоу. Брикс, да, ты, наверное, заглавил эту тему, как Брикс, Брикс вышел из моды, как вышли из моды азиатские тигры. То есть, это можно констатировать уже. То есть, я... Он просто, нет, как бы, вот, коллега совершенно прав, что мир видоизменяется, и есть мода определенная среди инвесторов. Была мода на Брикс. В тот момент, когда производство переносилось в Китай и США, это был рост экономики, это определенная мода, это дешевая рабочая сила, которая действительно предоставляет это конкурентное преимущество. Экономики выросли, они видоизменились, у них появились другие потребности. Это больше не конкурентный продукт в каком-то смысле. И Брикс поэтому выходит из моды. Сейчас пойдут в моды другие, будут frontier markets совершенно другие, какие-нибудь Монголия, Бангладеш или что-нибудь в этом духе, может быть, что-то африканское, как Ренессанс раньше думал. Соответственно, как бы найдется этот модный рынок, как азиатские тигры в 98-м году. Это же те экономики, которые в процессе глобализации просто влились в общую экономику. Теперь, условно говоря, азиатская компания, работающая в Тайване, она не слишком сильно отличается от американской компании, работающей в той же самой области. Потому что что-то где-то дешевле, что-то где-то лучше производить, и компании уже можно сравнивать между собой, просто компании, а не экономики с названиями стран. И вот и Брикс, мне кажется, потерял свой такой лоск именно в этом смысле. Соответственно, как бы найдутся другие интересные и модные темы, но вот, наверное, не в этих четырех экономиях. Дмитрий, я хотел бы спросить у вас такой вопрос. А почему развивающиеся рынки так низко оценены относительно глобальных рынков? Здесь надо говорить следующие моменты. Если конкретно про Россию, то Россия – это в глазах тех же международных инвесторов. Это страна, относящаяся к Emerging Markets, это страна, относящаяся в рамках Emerging Markets группе BRIC. Это сырьевая экономика, ну, соответственно, с авторитарным режимом и экономика, где локация капитала, в общем-то, происходит отзыв правительства. Не рынком распределяется капитал, к сожалению. Это объясняет многое и текущее отношение в целом к России. Если говорить про Emerging Markets, почему сейчас они так себя плохо чувствуют? Здесь чисто экономические моменты надо отметить. Это график той же кредитной активности, динамика кредита, если смотреть, она активно тормозится в Emerging Markets с периферии 2010-2011 года по разным странам. Ну, Китай начал первым заваливаться. Ну и в целом вот это вот V-образное восстановление, как вы уже сами отмечали, это безумный рост долгого частного сектора в Emerging Markets, прежде всего в Китае. Это был кредитный бум, который завершился на периферии 2010-2011 года. Это коснулось абсолютно всех стран Emerging Markets, это прежде всего коснулось Китая, а Emerging Markets, в свою очередь, очень сильно зависят от Китая. Поэтому вслед за Китаем все дружно поехали вниз, в том числе и Россия. Кредитный цикл, в общем-то, в 2011 году тоже пошел на спад, посмотреть динамику кредита и динамику ОВП, там все будет понятно. В развитых странах обратная ситуация, если говорим про США, то как раз с 2011 года кредитный цикл начал оживать. Consumer Credit, так называемый, там идет в рост и вслед за этим идет в рост рынок, то есть здесь такая смена циклов идет. Очень хороший график представлен нижний, это отношение Emerging Markets к MSCI World, возможно, да, это полный адресун, да. Я такую графику рисовал с 1994 года, когда индексы MSCI начали рисоваться, там вот хорошо реализуются идеи 10-летних циклов, о которых тоже как-то Вадим говорил. То есть 10 лет хорошо живут Emerging Markets, 10 лет живут хорошо развитые рынки. Циклы очень хорошо подтверждаются и последний цикл такой был с 2001 по 2011 год. И сейчас, в общем-то, игра на стороне развитых экономик, это США, это Еврозоны, это Япония, Великобритания и так далее. Развивающиеся рынки находятся в стадии стагнации экономической. И сейчас накладывается очень негативно ситуация с тем, что ФРС начинает сокращать программы колеса смягчения. И в странах Emerging Markets, и в частности БРИКС, особенно Бразилия, Индия, эти страны, которые имеют дефицит по счету текущих операций и дефицит бюджета, вынуждены финансировать дефицит бюджета за счет средств иностранных и иностранцев. Соответственно, когда речь идет о фэд-тейперинге, соответственно, инвесторы начинают массированно выводить средства из Emerging Markets, что ли усугубляет ситуацию в этих странах. Поэтому тут двойной удар, и здесь ничего удивительного нет. Если про перспективы говорить, то сейчас в Китае наметились некоторые позитивные тенденции, и локально, в какой-то перспективе, Китай поддержит сам себя, поддержит и Emerging Markets. Но я думаю, что тенденции снова развернутся в негативную территорию в году 2014. — Хотел бы поговорить теперь о ценах на нефть, потому что сырье для нас очень важно, и во многом это зависит от того, как будет чувствовать наша экономика российская от цены на нефть. И вот подобрал несколько графиков относительно текущей ситуации на нефтяном рынке. Вот первый график — это отношение S&P индекса к цене нефти. Как известно, нефть двигается циклами. Последний цикл завершался, падение цен на нефть и рост S&P завершился в 2000 году, когда лопнул индекс NASDAQ, а цены на нефть тогда находились на уровне 6-9 долларов за баррель. Да, такие цены когда-то были. Потом начался бум на развивающихся рынках, цена нефти начала расти, S&P сдулся после кризиса, который начался на NASDAQ и технологический бум. И сейчас мы, если посмотрите по графику, вот эта кривая стала потихонечку отношения развиваться, разворачиваться в обратную сторону. И, скорее всего, есть очень высокая вероятность того, что вот это отношение S&P к нефти начнет разворачиваться в пользу S&P и не в пользу нефти. Следующий график, который я бы хотел здесь показать, это страны-производители нефти. Здесь так называемый регион Мена, куда входят все крупнейшие производители так называемого Персидского залива. Это Ирак, Иран, Кувейт, Ливия, Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты. Вот как мы видим, вот этот кругляшок – это арабская весна, когда выпали с рынка объемы ливийской нефти. После этого все страны-мены начали наращивать добычу нефти. И сейчас мы видим в этом году то же самое. Рост добычи после некоторого снижения продолжается, составляет примерно 3 миллиона баррелей в день. Кажется, что это те мощности, которые они имеют. То есть это максимальные, в районе 3,2 миллиона баррелей в день. То есть наращивать дальше мощности им будет сложно, учитывая ситуацию, которая складывается не только в Сирии, но и в Ираке. И в Египте, вот в Ираке, к примеру, недавно читал доклад ООН, у них в прошлом году было максимальное количество жертв среди бирдного населения. И я вот считаю, что риск Сирии – это минимальный по сравнению с риском в Ираке. И с возможным продолжением операций, спецопераций во главе с американскими военными в этой стране. Следующий график – это на текущий момент два фьючерса от WTI. Это текущий фьючерс и фьючерс поставка через 60 месяцев, то есть через 5 лет. Беспрецедентный спред на закрытие вчерашнего дня образовался в 35 долларов. Такого практически никогда не было. То есть на рынке существует мощнейшая баквардация. То есть рынок видит цены на нефть через 5 лет на уровне 80 долларов за баррель. То есть, с одной стороны, рынок не видит потребления нефти, можно сказать, не видит существенного всплеска или роста инфляции, или видит существенное предложение нефти со стороны Америки, в которой случился бум по добыче газа. И, возможно, рынок предполагает, что случится еще и бум сланцевой нефти. И еще один график, который говорит в поддержку нефти – это динамика балансов бюджетов стран, которые являются основными производителями нефти в ОПЕК. Как видите, все произошло с движения направо. То есть вот эта так называемая break-even цена, она сдвигается постоянно вправо, потому что особенно это стало явно после арабской весны 2010 года, когда внутренняя оппозиция в этих странах, особенно, ну, там, образцы мусульман, есть организации, которые составляют оппозицию во многих этих странах. И, соответственно, для того, чтобы успокоить население, эти страны начали наращивать бюджетные расходы. И вот, в принципе, вот эта цена, она для Саудовской Аравии почти 100 долларов уже, для Ливии – 100, для Омана – 100. Есть две страны – Кювейт и Катар, у которых меньше 60 бюджетных расходов сводится. Но, в целом, как мы видим, тенденция такова, что где-то около 100 долларов в среднем бюджете этих стран сводится. Вот у меня, Григорий, к вам такой вопрос. Вот на цикле 2002-2008 года многие инвесторы обратили на такой класс активов, как комодитис, особенно нефть. И когда нефть достигла 150 долларов и впоследствии упала, конгресс проводил специальное исследование этого рынка, в него инвестировали все, включая даже пенсионные фонды, датские каких-то там рабочих. То есть поголовно. Как вы считаете, у инвесторов инвестиции в нефть, как класс активов, для них это интересно? Или, в принципе, это тоже уже идея из моды вышла? И те, кто инвестировал, или те, кто еще туда инвестирует, в нефтяные фьючерсы, их ждет не очень светлое будущее? Перед тем, как детально отвечать на ваш вопрос, хотел бы сказать, что, понимаете, серьезно обсудить, я очень плотно интересуюсь нефтью и газом, это одна из моих основных тем, которые я изучаю давно. Во-первых, по поводу вот этого графика. Если вы посмотрите 5 лет назад, где рынок прогнозировал нефть, и где она сейчас, это с области, что рынок спрогнозировал последние 10 рецессий из 5. То есть любой график, который рыночный прогноз, не сказать, что он совсем юслис, он лучше, чем подбрасывание монетки, как показывает практика, но ненамного. Посмотрите на график роста в 2008 году. Вот этот весь репрайсинг, на самом деле, достаточно большую баквардацию, я помню, в начале года произошел на чем? А на том, что просто один аналитик в Голдмане, который был звезда, и который сидел на обычном рынке 8 лет, сказал, что все будет еще выше. И кривая моментально, буквально за 3 дня, из баквардации перешла в контанг. Такие вот факторы могут двигать рынок. Поэтому я вот на то, что рынок ставят на баквардацию, баквардация сейчас, это значит, что нефть упадет, достаточно скептически смотрю. По поводу теперь инвестиций. Как известно, инвестиции в товары придумывался тот же самый Голдман Сакс, потому что они для своих клиентов-хеджеров хотели найти натуральную вторую сторону, чтобы проще было мэчить, соответственно, бизнес, который на Коммундис возникал. И Коммундис стал со временем, с нуля практически стал огромный бизнес. И там тот же самый текущий CEO Голдмана начинал вообще как торговец золотом и так далее, и так далее. Ключевое, на чем строилась апилл, так сказать, Коммундис, как активы для инвестиций, это даже не столько доходность, которая была не очень высокая, а не коррелирована с другими активами. То есть любой там график любому пенсионному менеджеру показывали, говорили, вот смотри, корреляции нет, или она низкая, очень часто отрицательная, ты немножечко теряешь по доходности, зато у тебя отношение риск до доходности, если ты добавляешь в портфель какое-то количество Коммундис, грамотно-драматически улучшается. Но последние несколько лет, а, и еще, да, там, доходность инвестиций в любой товар, она составляет, она получается из нескольких вещей, там, основных вещей это три, да, то есть если мы инвестируем чисто в финансовые фьючерсы. Первое, это доходность, собственно говоря, спотового рынка, базового актива, то есть физическая тонна нефти, куда выросла или упала. Второе, это изменение, это сколько стоит поддерживать постоянно эти фьючерсы роли, соответственно, роли, да, и третье, это какую процентную ставку инвестор получает на размещенные свои свободные деньги, потому что, там, для того, чтобы купить фьючерсы, нужно положить только performance бонуса, и, там, сто процентов денег иметь не нужно. За последние несколько лет произошло что? Во-первых, ставки драматически упали, да, то есть если раньше, там, в начале нулевых, там, до кризиса и так далее, вот эти свободные деньги приносили несколько процентов годовых, сейчас они приносят, там, ну, плюс-минус ноль, 0,25, может быть, да, то есть это считает треть инвестиций, вот данные исторической доходности ушла, с третьей в ноль, а два, естественно, поскольку рынок, там, рефлексивен, адаптивен и так далее, как только большего количества инвесторов вложилось, то вообще еще исторический опил, почему ролл должен давать позитивную доходность, это с времен Кейнса еще концепция натуральной ликвардации, то есть считается, что спекулянт, который покупает товар, он берет на себя риск, а этот риск есть натуральный хеджер-производитель, и производитель должен за хеджер риска платить, таким образом считается, что натуральная форма кривой для любого товара, это беквардация, то есть, ну, что мы сейчас на нефти там и наблюдаем, однако вот эта активная реклама, активные притоки в товарные фонды, они привели к тому, что кривые практически на всех товарах, и только вот сейчас начинает меняться из беквардации перевернулись в бешеные контанги, особенно по товарам, с которыми есть проблемы с хранением, там, софты и прочее, вот, и, соответственно, доход вместо ролла положительного стал просто отрицательным, то есть, там, было плюс 30% доходности, стало минус 30%, вот, и если, вот, я себя в блоге, помню, как-то выкладывал, то есть, интересный график, если ты посмотришь на Golden Saks, там, кому-нибудь из Total Return Index и Spot Return Index, то Total Return Index сейчас находится на уровнях, наверное, там, первого, второго года начала нулевых, потому что, грубо говоря, инвесторы потеряли все бабки на роллах за последние, там, лет 5 или 6, соответственно, сейчас у многих крупных инвесторов, которые реально лоцируют активы, мыслят, там, горизонт, там, 5-10 лет, у них, как бы, уже назревает ощущение, что концепция поменялась, Spot растет, а я ничего не зарабатываю, даже теряю, вот, и, соответственно, они потихонечку снижают локацию во весь этот комплекс, идут на выход. Приведет ли это, там, к дальнейшему падению товарного комплекса, особенно цен на нефть, ну, сложный вопрос, потому что из всех товаров, все-таки, наибольший, как бы, на новую парадигму, все-таки, похожа нефть, потому что, действительно, есть там определенные трудности, вечные, там, на Ближнем Востоке, падение добычи на других регионах, если вы посмотрите, например, там, ну, последнее интервью с Олег Первым, да, он же сказал, что у нас Западная Сибирь, там, скоро кончится нефть, что нужно новые какие-то провинции внедрять и так далее, ну, в России, слава богу, например, сланцевые нефти, гигантские резервы, вот, то есть, я думаю, что, и лично я думаю, что цены на нефть, конечно, скорее всего, там, будут в боковике-снижаться долгосрочно, да, но сколько времени это займет, и насколько драматическое будет снижение, сложно сказать, вот. Что касается бюджетных трудностей, то это вообще абсолютно не аргумент, то есть, я советую любому человеку, который интересуется, там, более-менее аргументированным этим рынком, прочитать книги Даниэла Вергена, есть такое, он написал, там, книгу The Price, The Quest, да, там, по-русски, первая, там, добыча называется, вторая, не знаю, переводили или нет, там расписана вся история нефтяного рынка, начиная, там, с 19-го века, да, вот. Как раз ситуация с плохими бюджетами, это та ситуация, которая привела 80-е, как раз к тому драматическому падению цен на нефть, который был, а не, там, какие-то заговоры саудитов и американцев против Советского Союза, а ситуация была очень простая, вот эти страны, которые по какой-то причине начинают испытывать трудность с бюджетом, да, у них есть очень большой соблазн попытаться возместить не ценой, а объемом, и если у них есть резерв, они начинают наращивать объем, соответственно, дисциплина в ОПЕК падает, и 80-е, например, Саудовская Аравия оказалась в такой ситуации, что она, как свинг-продюсер, была вынуждена постоянно снижать, снижать, снижать свой объем, поскольку другие не соблюдали договоренности в ОПЕК, и доходило до того, что уже в Саудовской Аравии там дефицит бюджета нарисовался, да, там, и они начали проезжать свои резервы, в общем, они сказали так, ну ладно, не хотят по-хорошему, будем учить их по-плохому, и убьем цены на нефть, чтобы они поняли, что надо себя вести прилично, вот, из-за этого цены упали, то есть, поэтому дефицит бюджета нефтяных стран, на самом деле, такой, ну, обоюдный острый момент, то есть, если ОПЕК удержит дисциплину, тогда да, а, в принципе, на самом деле, риск потери дисциплины и ситуация, наоборот, повышается. Александр, как думаешь, соображения по поводу сырья и нефти у тебя какого рода, вот, в свете... Ну, по поводу сырьевого цикла, сырьевой цикл закончился, большинство товаров находится на уровне себестоимости, кто-то ниже, кто-то выше, но тех пузырей, которые мы видели в шестом, пятом, да, ну, в шестом, наверное, в шестом году, нигде нет. Ну, нефть не на себестоимости находится. Да, совершенно верно, но, и, опять же, когда мы говорим про товары, я бы с точки зрения прогноза или того, где торгуется рынок на текущий момент, я бы смотрел не на спот, не на спот, который ты нарисовал, потому что он часто подвержен разным всем другим, он, возможно, самый ликвидный, и туда втекает большое количество желающих в чем-то поучаствовать, вот, но, тем не менее, это не является прогнозом рынка, там, коллега, опять же, совершенно прав, прогноз рынка о том, что где будет цена актива и его, на самом деле, лишняя динамика, это две совершенно разные вещи, но, вот, есть прогноз рынка, который, вообще говоря, торгуется на уровне, 80 – это уровень маржинальной себестоимости, да, достаточно дорогой нефти, вот, поэтому, как бы, да, она торгуется на уровне себестоимости уже достаточно близко к этому моменту, вот, это, как бы, по поводу того, что он закончился, да, у нас, вообще, мировая экономика, она не находится в фазе бурного роста далеко, да, это медленное восстановление, после, или не восстановление, а то, что, там, большинство англоговорящих аналитиков называется model through, то есть мы через что-то как-то пробираемся, вообще пробираемся через последствия кредитного кризиса с попытками сократить леверидж в экономике и так далее, и так далее, это касается большей части разных экономик, это не среда, в которой бурно растет экономика, это не среда, в которой также бурно потребляются товары, соответственно, поводов для того, чтобы увидеть, там, в ближайшее время новый цикл и рост, и пузыри, его, как бы, вроде на текущий момент не просматривать, вот, а, соответственно, как бы, это другое соображение по поводу товаров, каждая длинная позиция, да, мне очень нравится фраза, каждая длинная позиция на товарах, на сырье, это попытка зашортить человеческий гений, в той или иной степени, да, понятно, почему, потому что, как бы, улучшение, технологический прогресс, который происходит, он приводит к тому, что используется что-то по-другому, что-то более эффективное, и так далее, и так далее. Прекрасно себе, там, вот, то, что я видел последние, условно, 5 лет по американской экономике, говорит о том, и с этим, я думаю, что вообще все уже согласны, что через 5-10 лет она будет энергонезависима, и, там, часть нефти, которая будет к этому относиться, она не будет очень большая, а это пока что крупнейшая экономика в мире, и Европейский Союз в этом смысле не слишком сильно отстает, в смысле внедрения новых технологий. Отстает, конечно, но, в общем, они быстро достаточно перенимают все технологии, которые там возникают. Поэтому ничего радужного для нефти с точки зрения нового цикла, роста и прочих вещей не рисуется. Соответственно, нет вью на этот, нет вью на рост, нет позиции, потому что шортить товар, когда он торгуется близко к себестоимости, а шортить в данном случае, ну, спот нельзя, потому что очень дорого, не продержишь эту позицию. Вот, долгосрочную, да дальнюю часть нет смысла, по большому счету, потому что довольно близко к себестоимости. Поэтому, в общем, как бы не трогаешь это все, большей частью. А что касается бюджетного аргумента, то, ну да, как бы он не имеет никакого отношения к будущей цене. Ну, потому что, как бы, да, дилемма заключенная, вот эта вот теория Игорь, к которой он годно относится, ничего хорошего не нарисует для мирового рынка нефти. Вот, ну и для российской экономики, конечно, не слишком хорошая новость. Дмитрий, у вас какие соображения по поводу... Ну, я мнение коллег, безусловно, разделяю. Я считаю, что цикл завершен. Ну, по большому счету, завершился он в восьмом году, посткризисный пик был в одиннадцатом году. Опять это совпало с тем, что начался разворот в китайской экономике, в других крупных странах потребителей сырья, в том числе и нефти. Ну, опять-таки, здесь про Китай говорим. И в целом цикл роста с 2002 по, ну, тоже 2011 год во многом базировался на экономике китайской. Это нельзя отвергать. Вот, китайская экономика будет постепенно тормозиться, будет перестраиваться с инвестлайт модел на уже внутреннее потребление. И, с одной стороны, потребление нефти Китаем будет оставаться на высоких уровнях, с другой стороны, оно уже не будет расти такими темпами. Поэтому, в целом, для нефти я также не жду никакого-то провала, никакого-то суперроста. Такая вялотекущая динамика. И все-таки нельзя забывать, что с 2011 года цены на нефть особо не изменились, зато и инфляция у нас есть какая-то накопленная, поэтому здесь ничего хорошего. Если мы говорим про то, что цены будут стабильными и не будут сильно расти, это, конечно же, опять-таки не очень приятно для российской экономики. И, опять-таки, подтверждают ту теорию, что на вот этот десятилетний цикл, там, Lost Decade, он там называют, он будет иметь место и в России в том числе. Поэтому здесь, в общем, ничего хорошего, на самом деле, для России. Я бы здесь от себя хотел бы еще добавить ситуацию с картелем нефтяным. Посмотрите на недавние события, которые произошли на калийном рынке. Калий – это сырье. Был картель, состоящий из канадской части Кенпотекс и русско-белорусской. После того, как Уралкали заявил о том, что он выходит из картеля, что случилось на рынке? Акции калийных компаний резко обвалились, и цены на калий, по прогнозам самого дажора калия, ожидают резкое падение стоимости, там, ниже 300 долларов. Вот на сырьевых рынках очень серьезную роль играют именно картели. Вот представьте на секунду себе, что будет, если Саудовская Аравия завтра объявит о выходе из картеля ОПЕК. Я думаю, это примерно будет такая же реакция, как на калийном рынке. — Тут ситуация в том, что, опять же, мир меняется. Когда-то, там, в 80-х, особенно когда в СССР начались проблемы с добычей нефти, Саудовская Аравия была абсолютно доминирующая страна глобально по добыче. Сейчас Россия добывает больше, чем Саудовская Аравия. Россия не входит ни в какой картель. Ну, не намного, да. И статнирует тоже. — Капасити там на 12 миллионов баррелей в месяц максимум. Да, то есть риск США сейчас, если действительно они дальше продолжат добывать свою сланцевую нефть, тоже удар по картелю, да. То есть риск такой действительно есть. И, кстати, еще один момент на тему себестоимости. Немногие люди это понимают, что себестоимость – это такая, по сути, абстракция. Ее можно считать там 10 разными способами и разные вещи закладываются. Когда люди говорят, что себестоимость нефти находится там в диапазоне от 80 до 100 долларов для новых проектов, на самом деле это чушь. Потому что это не себестоимость нефти, это себестоимость земли, которую надо купить, чтобы добывать нефть. И любой бум нефтяной, он развивается по одному и тому же паттерну там столетиями, да. То есть когда где-то появляется новая нефть, набегают спекулянты, загоняют эту землю, стоимость земли на совершенно космический уровень. Дальше приходят наивные чукотские производители, которые покупают по этому цену нефть, пытаются там что-то добывать, как правило, вылетают себе в трубу. После чего цены на землю возвращаются на какой-то более-менее вменяемый уровень и потихонечку добыча там начинает расти, да. Поэтому когда вам человек говорит, что вот 100 долларов – это себестоимость ланцевой нефти, ну вы не верите, как бы это сейчас вам такая себестоимость. Это совершенно не означает, что себестоимость нефти не будет там 50 или 60 через год. Для примера, например, можно провести ситуацию с канадскими Тарсенс, а когда там только начиналась добыча активно, да, тогда себестоимость, если я не ошибаюсь, оценивалась в 60-65 долларов за баррель. И это тоже было там в третьем, четвертом, пятом годах, там одно из больших оснований, почему там нефть не должна стоить ниже 60. А сейчас, после того, как новые месторождения снизили сцены, эффект масштаба включился и так далее, вот сейчас в этих Тарсенс себестоимость остается в 15-20. Вот вам падение себестоимости в три раза за 8 лет. Это только в номинальном выражении, а в реальном это падение, наверное, раз в 5. У нас, к сожалению, заканчивается время, и вот тогда последний такой короткий вопрос. Кстати, бюджеты тоже влияют, потому что себестоимость нефти очень много налогов занимает. И вот сейчас очень много говорят о налогов и льготах и так далее. Но это отдельный вопрос. Вот такой у меня простой вопрос. Вот у каждого человека есть желание во что-то вложиться, и, скажем так, лет на 5-10, и заработать. Очень много на этом. Я бы хотел вас спросить такой вопрос. Во что бы вы вложились, ничего не делая, чтобы через 5-7 лет неплохо на этом заработать? И покажу сразу пару картинок еще. Значит, вот посмотрите. Каждые 10 лет был какой-то актив, который вырастал в разы, в 10 раз и более. В 60-е годы это так называемый нефти-фифти-стокс американский, это Avon, General Electric компания и так далее. В 70-е такой актив, это в 20 раз выросло золото. В 80-е это мания японского рынка Никея. В 90-е годы это Nasdaqs с его пузырем, который с треском лопнул в 2000 году. В 2000-е годы это китайские акции Shanghai Composite и цены на нефть. И сейчас я со своей точки зрения что бы сказал. В Америке есть такой индекс S&P 500 дивиденд аристократс. Это большие компании, которые платят большие дивиденды. Мы живем в состоянии низких процентных ставок. Посмотрите динамику этого индекса. Они с 2008 года выросли на 180% и опережают общий индекс S&P 500. Если мы вернемся в историю и посмотрим, как росли нефти 50 stocks, 50 американских акций. Это тоже большие капитализированные компании, которые большие дивиденды платили в тот период. То за 10 лет почти во много раз выросли акции. И вот если мы сейчас наложим эти два графика один на другой. Динамику нефти 50 stocks в 62 по 72 и наложим динамику S&P 500 дивиденд аристократс компании. На текущий момент мы видим вот такую картинку. На текущий момент индекс желтеньким аристократс, несмотря на 180% рост, вырос до такой величины. А динамика нефти 50 пунктиром показана до уровня 1000. То есть потенциально, если мягкая денежная политика сохранится, то на мой взгляд эти акции будут наиболее интересным активом, который принесет общий тотал ретерн. То есть рост капитализации и дивиденды за 5-7 тириолет. И вот я бы хотел последний вопрос задать. Куда бы вы вложили бы, какой бы актив, который выстрелил бы, на ваш взгляд, Александр? Коротко тогда, если можно, буквально в двух словах. То, что ты нарисовал, это попытка прогнозировать монетарную политику. Если сохранится, то да, все будут покупать процентную ставку. Ну да, файл. Но это попытка прогноза. Между тем, как бы хочется на 10 лет избежать попытки этого, ну как бы не то чтобы попытки прогноза, а что-то более, какой-то save bet. Мне кажется, долгосрочно в мире нужно покупать то, что на 10 годах больше работают не моментом, который ты нарисовал, а мин-ревершен. И если исходить из мин-ревершен, то нужно покупать value. А value – это все то, что очень дешево. С моей точки зрения, дешево в Frontier Markets, то, что обладает дешевой рабочей силой на текущем уровне, это, конечно, не BRICS, это страна с многочисленным бедным населением, желательно сколько-нибудь образованным. Ну то есть, хочется сказать Вьетнам, но Вьетнам кажется, что это не оно. Хочется сказать, что Бангладеш. Ну вот, то есть, вот в этом направлении. Дмитрий, как Вы думаете? Если говорить про акции конкретные... Нет, вот любой актив, вот любой актив, не только акции. Вот куда бы вложили? Которые занимаются активной разработкой батарей для разного типа устройств, для беспилотников. Ну такая большая сейчас проблема. Если получится сделать хорошую батарею, это будет большая революция в целом. Даже в военной индустрии, во многих отраслях абсолютно. То есть, искать такие идеи в компаниях, которые занимаются разработкой различных типов батарей. А имя компании можете назвать? Имя компании сейчас не назову, пока сам разрабатываю тему, но она, мне кажется, очень интересна сейчас. И Григорий? Ну, во-первых, насчет пузыря, там, дивидендных акций, не надуется этот пузырь, да, потому что, ну, чем больше акций, тем ниже дивидендная доходность. Вот, то есть, это, соответственно, для того, чтобы он так надулся, исторически нужно... Ну, было, был, по крайней мере, пресидент. Примерно там на те же уровни. По-моему, сейчас вот на наших глазах надувается пузырь, который что-то немодно замечать, никто о нем не говорит, но он уже, наверное, к сожалению, надулся, там, в значительной степени, больше, чем наполовину, поэтому сейчас вкладываться не надо. У нас NASDAQ пузырь надулся заново. То есть, почему этого не видно? Ну, потому что нет такой бешеной активности IPO, как была там в конце 90-х, потому что сейчас финансирование там на начальном этапе больше идет через различные частные фонды закрытые, да, там, а не через публичный рынок. Но вы посмотрите на множители, по которым торгуются многие технологические компании в Америке, да, там, посмотрите на динамику акций, посмотрите на Амазон, который там 5 лет убыточный, зато у него выручка растет, он парет, как бы, бешено там уже много-много лет, да. То есть, соответственно, вот, ну, можно намазать несколько, там, Facebook, LinkedIn, Amazon, там, все истории с Зигнами, Группонами и так далее. То есть, там, вот, вся экосистема, там, стартапов в интернете, там, для того, венчурного финансирования и так далее. Там, в том числе, благодаря мягкой политике Федерального резерва, там, вот, пузырь надулся заново. То есть, там, в силиконовой долине сейчас вечеринки круче, чем в конце 90-х. Там, у них все гораздо лучше сейчас происходит. Вот, то есть, почему-то об этом мало кто говорит, а реально оно есть. Вот, то есть, это, вот, мне кажется, сейчас основной пузырь. Что купить на 10 лет? Я согласен с коллегой, что, если ты покупаешь на какую-то значительную часть сайксовных сбережений с целью, там, что-то получить на пенсии, то попытки в годах, где будет следующий пузырь, вот это гемблерство, оно, наверное, вряд ли принесет успех. То есть, соответственно, надо вкладывать в проверенные вещи. И здесь я считаю, что, да, там, Immersion Markets, более, может быть, в сторону Frontier Markets действительно будет, наверное, лучше, чем пытаться угадать, какая конкретно компания изобретет правильную батарейку, потому что, ну, как, опять же, показывает практика, 90% этих компаний в итоге разоряют, да, там, угадать, какая из них конкретно станет, там, ну, Microsoft'ом очень тяжело. И, как пример, я просто, скажу, купил весной акции компании одной, американской, которая была заверена как технологичная, и в компанию входило и пять профессоров, и академики, и степени, сгар, хороший корпоративный управление, и все. Купил ненамного, там, на 1% профиля. Я, честно говоря, такого еще не видел. Вот у меня упало, по-моему, на 99%. Я не знаю, вот она, вот скоро, вот первый раз такое вижу, чтобы акция обнулится в терминале. Честно говоря, с такого еще не встречал. Вот тоже будьте здесь внимательны, когда покупаете индивидуальные компании. Да, спасибо. 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 Спасибо.